вот сейчас я снимаю разницу левого левой фары и правой что сделано просто отполирован вот сейчас закрываю левая была отполирована правая осталась как есть вот так горит правая вот так горит левая но визуально вот если две оставить то левая горит ну в два раза ярче не знаю как это передает и съемка попытаюсь как то ее может быть специально затемнить вот так вот я специально затемнил и вот так наверное я покажу конкретнее вот левая была отполирована сегодня вот так вот горит правая левую закрыл вот так говорит говорит левая правую закрыл приблизительно в два раза ярче я уже купил светодиодные лампы хотел думал что у меня проблема со светом из-за этого но видим что смотрите почти в два раза ярче можно сделать просто отполировал и поставив допустим лампы есть с плюс там 130 процентов плюс 150 процентов диамант ну что же вот такую разницу можно получить между полированным лучше поставить вот это отполированное в домашних условиях фара вот это не полированное мне кажется что видно разница но значит во первых присутствует небольшая желтизна но это не самое главное при включенном здесь образовывается очень сильная сетка сейчас покажу разницу все делалось ради вот этого вот здесь такое пятно там где именно нагревается с светом фар особенно когда стекло может быть немножко грязное в пыли или в грязи и тогда когда дождь снег она высыхает и сильнее нагревается и вот так трескается лак это не стекло лак и вот смотрите после полировки вот так выглядит я левая отполировал и вот нормальное стекло и вот так выглядит правая еще не полированное собственно это потрескался верхний слой заводского лака он не тоненький при шлифовке его видно он становится таким матовым не прозрачным когда шлифуешь а потом становится такой матовый прозрачный когда доходит до самого пластика и оно видно что тут еще осталось такое матовое а здесь уже такое более голубое а здесь такое более белое его снимаем это я покажу но но цель вот такая сейчас все совсем поменялось вот это отполированная вот это не отполированная вот так что приступаем полировки сначала покажу как это будет ночью выглядеть разница светового пятна на обыкновенных лампочках а потом поставлю светодиод это как мы увидели от полировка и замена фар замена оптики на светодиод очень играет большую роль полировка у меня не пожелтела стекло оно так покрылась сеточкой трещинами лака поэтому нужно сполировать белое но и так вроде бы прозрачная но когда включаешь свет видно сеточку поэтому сначала снимаем полируем шлифуем потом полируем а потом меняем оптику сравнение я уже вам показал разница но просто сравнивать даже нельзя значит для снятия фары сначала откручиваем вот здесь винт для того чтобы вытащить поворотную лампу убираем теперь откручиваем вот этот винт и еще два на другой стороне но и вот зачем же мы поворотную снимали под поворотной там внутри откручиваем еще винт там внизу открутился и вот на этой стороне еще два винта все это звездочка торксовая небольшая все это откручиваем и в таком случае можем снять лампу для того чтобы ее шлифовать будем шлифовать шкурками начиная со 120 но это в том только случае если у вас шлиф машинка орбитально то орбитальная шлиф машинка она не вращает а просто вот так вот двигается если у вас шлиф машинка вот такая круговая то не со 120 начинаем сразу полосы начнет резать борозды но у меня орбитально она такая очень щадящая значит открутили вытаскиваем оптику и будем приступать к работе все и что теперь нужно сделать так вытаскиваем здесь винтик чтоб не потерялся потерялся и там снимаем разъем разъем не всегда просто снимается особенно если он под ломом у меня с этим несколько проблемная ситуация нажимаем на фиксатор и вытаскиваем разъем и лампа вынимается ну что же фара была снята напомню что у меня орбитальная она как таковой не крутится она вибрирует круговые движения делает поэтому я я начинаю со 120 если у вас шлиф машинка просто такая как угловая шлиф машинка то там конечно придется с большей потому что как только даже вот на угловой я если вдруг начинаю она вроде бы начинает крутиться и если я так прислоню на круг то он сразу нашлифует мне кругов очень глубокие борозди поэтому я так не делаю прислоняю только тогда начинаю движение для того потому что не хочу борозди поэтому будьте обратите на это внимание шлифуйте так чтобы борозди не было ну и я уже одно шлифову начинал именно со 120 и то это не быстрое мероприятие приготовьтесь что слой достаточно толстый поэтому он сошлифовывается не быстро так сложилось что у меня даже не сто двадцатый а сотый потому что это так крепко такой крепкий лад что 120 прямо я лозит ничего не снимаю ну и потихоньку сначала ложим и погнали потихонечку снимаем 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 ну и так далее так далее пока не снимем весь слой вак она будет видно когда вак снимается он такой белый белый слой когда дойдет до стекла он будет такой сероватый поэтому и разницу будет видно пока вот этот весь белый не снимем нужно все чухать и вот я хотел показать разницу вот здесь вот такой уже проявилась сероватая а здесь беловатая более как бы прозрачная сначала все белого было вот таким а потом как-то становится более немножко более прозрачными вот уже вот так вот и теперь по всем углам везде нужно дотянуть до вот такого цвета его уже смысла нет полировать а именно вот это все белое снимаем не знаю как оно в каком-то ракурсе может быть покажется вот здесь вот пятно такое оно уже пошлифовалось остальное еще не ну и особенно в углах тут есть какие-то может быть немножко такие углубления поэтому вот здесь вот еще белое а вот здесь уже проявилась ну и снимаем пока все не станет пластик а не лак ну что же может показаться что все страшненько и плохо и так пока так оно и есть видите все в таком матовом положении даже вот в этом месте и в этом было так все плохо вот вот в этом и вот вот было так все плохо что пришлось на п60 перейти здесь как-то она так немножко впадина и ну не точность и поцарапал и я потом снова на п100 перешел и отшлифовал соткой все теперь перехожу на 220 ну на 220 шкурку и уже поставил 220 переходим на 220 и погнали сложность при шлифовке в основном когда остановиться вот когда там первый оно видно а вот и сейчас и 220 и 220 теперь прошлифовал и непонятно ну все я прошлифовал или нет оно как было матовое так и остается в принципе это такой ну на усмотрение оно матовое и все таки должно быть одинаково вот я протираю одинаковое матовое без рисочек без царапин просвет небольшой если там что-то просвечивается но одинаковое поэтому только по ощущениям и вы должны понимать что можете прозевать такие как бы свесы она полукруглая и важно здесь везде углы несколько раз пройти ну и водичью именно круговыми движениями так как-то так я 220 один раздел посмотрел второй раздел посмотрел теперь вроде бы не вижу никаких проблем теперь перехожу на 320 потом на 600 потом на 1000 потом на 2000 и она все равно будет матовая вот это уже после 600 и я прошелся тряпочкой вытер после тряпочки я рукой обычно протираю потому что я чувствую где-то соринка попала я я сметаю с руки рука чувствует и вот потом когда начинаете следующий оно видно что сразу где прошлись там белесая становится и так вы контролируете прошелся я не прошелся ну и там стружка уже совсем каждый раз мельче 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 вы не видите вам кажется что она белая та и белая но нет после каждой после каждого номера пыль становится мельче 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 поэтому вытер и следующий пошел следующим номером после 600 600 сейчас начну 800 потом 1000 потом 2000 а вот это уже после 2000 смотрите поменял три круга обычно 12 а тут три круга 2000 почему там тысячного два круга и три круга 2000 как только новую ставлю она сразу вроде бы матом начинает браться а потом сразу начинает полировать почему потому что образуется вот такие вот окатыши на и она уже вот этими окатышами берет и полирует ну вот так получилось вот тут наверное так серовато немножко видно небольшая прозрачность и теперь полируем 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 составы полировальная подаются в магазине так и написано паста для полирования фар передних и задних и это можно делать на угловой шлифмашинке но если там обороты регулируются потому что когда на обыкновенной шлифмашинке без регулировки оборотов она прямо разрывает на полировальной машинке такой эксцентриковой типа такой такая же у меня есть и и полировальная машинка но она тоже орбитальная и вот но она так ну совсем не не видно результат долга во всяком случае а а если включаешь на угловую шлифмашинку сразу прозрачно сейчас покажу но мне приходится у меня не регулируются обороты поэтому я штрикнул обороты начинают падать и я потом такими прихватками но вообще нужно шлифмашинка с с такими небольшими оборотами сейчас все покажу и так как я уже так как я уже сказал существуют пласты специально это паста для таки написано полироль для фар то задних лихтарей для фар и задних фонарей я обычно даже потом вот так делаю чтобы я точно видел что я везде прошелся кто-то даже это делает зубной пастой теоретически это даже правильный вариант я когда-то себе оптику на ну такой на мыльнице на фотоаппарате полировал зубной пастой нормально значит как я и говорил мне не регулируется поэтому я выключаю а потом только веду а то круг пытается убежать на больших оборотах ну и становится совсем другое дело так несколько раз потом снова еще раз замазываю и так несколько раз до удовлетворения до тех пор пока вам покажется ну тряпочкой протерете потому что остатки они дают полируем до удовлетворения и и и